Привет, китаец, я Романович и принято считать, что в 2018 году китайские смартфоны выросли. Практически на любой презентации мы слышим о беспрецедентном росте автономности смартфонов. И все это достигается на программном уровне. Физически аккумулятор зачастую не увеличивает. Ну, конечно, за редким исключением. Сегодня мы наконец-таки выведем нач... Формат PDF в 2018 году обрел невероятную популярность. Билеты в кино, на футбик, да и просто обычные документы уже давно принято редактировать не в Word, а в специальном PDF-редакторе. PDF Element 6 Pro это новый уровень работы с вашими текстовыми документами. Мой пример банален, прост. Это работа со статьями. Например, статья о смартфоне Samsung Galaxy S10 с Infinity Display. Чтобы отредактировать текст, нам достаточно всего лишь его выделить. После этого мы заходим и ищем предустановленные шрифты на вашем компьютере. Например, мой любимый шрифт это Pantone. Мы набираем и вот он как раз-таки здесь высвечивается. Без каких-либо проблем. Нужно сделать шрифт с зачеркиванием. Мы тоже его делаем без каких-либо проблем. А теперь самый главный момент. Чем же все-таки отличается это от классического офиса? Но покажите мне, а может ли ваш офис, например, делать вот такие фишки? Удобство данного приложения в том, что ты можешь на ходу выделять текст. Тебе не понравилась какая-то работа твоего редактора или делаешь ты какую-то контрольную. Ты выделил текст на ходу и его сразу видно. То есть ты здесь работаешь как с реальной бумагой. Нужно тебе что-то подчеркнуть. Ты берешь специальный карандаш и вот так вот красным обводишь. Не нравится, например, нам вот эта формулировка. Ты вот так вот прекрасно обводишь. Также отлично работает с принтерами. Также отлично работает и с другими форматами, кроме PDF. Ссылка на скачивание будет в описании. Переходите и познавайте новый режим работы с текстом. Вот эта стопка на сегодняшнем нашем тесте. Вот он тот самый iPhone XS. Батарейка заряжена на сотку. Яркость экрана выключена на максимум. Включаем Wi-Fi и начинаем смотреть огромные сериалы на России. Также на нашем столе присутствует огромное количество смартфонов Xiaomi. Один из них Xiaomi Mi A2. Специальный смартфон на чистом Android. Яркость выключена на максимум. Батарейка заряжена на сотку. Следующий на очереди Honor 8X. Это свежая мобила осени 2018 года. Здесь у нас экран выкручен на максимум. Батарейка заряжена на сотку. Включаем точно так же, как и везде, сериалы. Следующий у нас на очереди Xiaomi Mi 8. Это флагман. То есть практически из всего, что у меня осталось, здесь все бюджетники. А это нереальный китайский флагман. Здесь у нас также выкручиваем яркость на максимум. И батарейка у нас заряжена на 99%. В принципе, только что я буквально все мобилы снял с зарядки. Поэтому будем считать, что находятся они в равных условиях. Подождите, докрутим максимальную яркость. И также переходим в сериалы. Следующий на нашем испытании это Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Это тот же самый преемник Redmi Note 5, но только немножко усовершенствованный. Но батарейка осталась точно так же 4000 мАч. Выкручиваем яркость на максимум. Предпроследний красавчик тоже Xiaomi. Один из тех смартфонов, от которого я просто пищу. Мне невероятно нравится его дизайн. Мне невероятно нравится его форм-фактор. У него просто идеальный размер. Для девушки вообще самое оно. Здесь тоже выкручиваем яркость на максимум. На всякий случай проверяем, нет ли у нас автонастройки. Заходим и убираем автонастройку. И еще раз яркость выкручиваем на максимум. Дальше посмотрим, сколько заряжена батарея. Тоже 99%. Ну то есть все-таки 1% Xiaomi теряет просто в легкую. Ну и точно так же здесь мы будем смотреть сериалы. Ну и последний испытываемый. Конечно же это не Xiaomi. Это неубиваемая мобила PopTel. Здесь просто невероятно огромный аккумулятор. Просто чтобы вы понимали, когда смартфоны со вчерашнего дня вот эти вот все лежали и ожидали данного теста. Они примерно все разрядились в среднем от 2 до примерно 4-5%. То есть там горело 95% у кого-то, у кого-то 96% заряда. То этот красавец не разрядился от слова вообще. Как горит сотка, так и горит. При том, что уже Wi-Fi у него включен, наверное, минут 20. Также запускаем сериал Маруся. Маруся, куда же без нее. Первый этап нашего тестирования на самом деле нереально лайтовый. Всего лишь 3 часа просмотра сериалов. Но пускай сюда еще накидали рекламы. Скорее всего получится около 3,5 часов просмотра сериалов. Всего лишь 100% выгрученная яркость. И всего лишь включенный Wi-Fi. На самом деле любое устройство в этом этапе должно справиться хорошо. А вот следующий этап уже будет игры и графика. И там будет совсем нелегко. Ждем 3 часа и включаемся. Прошло примерно около 3,5 часов с момента начала стресс-теста батарей. И сейчас я вас буду знакомить с предварительными результатами. Начнем с айфона. Здесь у нас результат 74%. Ну и давайте посмотрим на график. Он в принципе плавный и здесь вопросов нет. То есть получается за момент просмотра где-то около 3,5 часов вместе с рекламой сериалов. На полной яркости и с включенным Wi-Fi. У вас сжирается около 26% батареи. Следующий у нас на повестке Xiaomi Mi A2. И здесь вообще неутешительный результат. 40, мать его, процентов осталось батареи. Осталось примерно около 2 часов и 41 минуты. Серьезно, я просто в ахере. 60% сожрали сериалы, которые мы смотрели всего лишь 3,5 часа с включенным Wi-Fi и 100% яркостью. То есть в данный момент это просто дичайший аутсайдер. Я уверен, что у других смартов такого результата не будет. Давайте взглянем на Honor 8X. Здесь 59%. То бишь, что мы понимаем? Что за время просмотра всего лишь 3,5 часа сериалов и 100% яркости включенный Wi-Fi. Здесь получается сожрал телефон 41%. Совсем немножко не хватает, а именно 9% у нас до половины. Серьезно, усадить батарею на 3,5 часа сериалов наполовину? Это тоже очень странный результат. Ну и по графику мы видим, что падение достаточно серьезное. Падение достаточно резкое. Xiaomi Mi 8. 73% у нас осталось после просмотра 3,5 часов сериалов. То есть всего смартфон израсходовал около 27%. То есть в данный момент это результат, ну чем-то напоминающий iPhone X. То есть Xiaomi Mi 8 в данный момент конкурент iPhone XS. Redmi Note 6 Pro. Давайте зайдем в батарейку и кристально заценим, что же нам здесь показывают. Итак, заходим в питание и видим 56% заряда. То есть всего лишь шестерочки не хватает до половины заряда, которые ушли на просмотр 3,5 часов сериалов. Это серьезно очень странный результат. Тем более здесь батарея 4000 мАч. Давайте посмотрим еще на одном из представителей MIUI. Заглянем в Xiaomi Mi 8 SE. Что у нас здесь будут показывать? Опять у нас переходим в раздел батареи, производительность, в питание. И видим 71%. При том, что здесь батарея 3120 мАч. Ну и последнее, что нам интересно, это вот этот гигант. Которого просто нереально разрядить. И мы видим, что 75%. То есть 25% потребовалось смартфону, чтобы воспроизвести 3,5 часа сериала. Падение достаточно, я бы сказал, спокойное. Достаточно лайтовое. Нету никаких провалов. Но все же от этой батарейки я ожидал больше. Сейчас в данный момент на всех смартфонах выкачивается игра PUBG. Получается на 1, 2, 3, 4. То есть на 6 смартфонах выкачивается из Play Market. И на дом из App Store. Это тоже затратит несколько процентов аккумулятора. После того, как я все настрою и скачаю дополнительные обновления. Мы запустим на них тест графики. Который будет продолжаться до самого упора. Вот такой массовый забег в PUBG. Напоминаю, что скачивали одновременно на всех устройствах. Старт я дал одновременно на всех устройствах. Ну и самое главное, что здесь до сих пор полностью выкрученная яркость. И до сих пор работает Wi-Fi. Ну и вот этот момент настал. Когда многие производители, сидящие перед экраном. Ну или их представители. А я вас уверяю, что много русскоязычных представителей у различных компаний. Реально заочковали. Заочковали, потому что графический тест может утопить их девайс просто на раз-два. Ваши ставки, сколько они продержатся. И у нас сейчас на часах сколько? Давайте практически полдевятого. Без трех минут полдевятого это вечер. Ну хотя бы если до 12 часов ночи некоторые экземпляры доживут. Что я очень сомневаюсь. Это уже будет хорошо. Итак, ровно через час после начала игрового теста умер Xiaomi Mi A2. И вот как это происходило. Он, во-первых, невероятно нагрелся. Когда я взял в руку, это был просто огненный смартфон. В прямом смысле этого слова. Ну и самое главное, что эта мобила самая мертвая оказалась среди всех сегодня представленной. У нас на часах 22.36. И на последнем издыхании остается Honor 8X. Батарея разряжена и телефон выключится через 30 секунд. То есть два часа ровно. Это просто нереально раскаленный смартфон. То есть Mi A2 еще курит в сторонке. То есть нифига Kirin нормально не тащит игры. Раскаляется до предела. На часах 22.45. И на последнем издыхании Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Осталось 2%. То бишь, получается, если нам составлять рейтинг, то, конечно же, аутсайдер у нас дикий Xiaomi Mi A2. Потом идет Honor 8X. Но, в принципе, Xiaomi Redmi Note 6 Pro не особо-то на дольше много и работает. Здесь 4000 мАч батарейка. Здесь 3700 мАч батарейка. И получается разница между ними, ну, где-то около в среднем 15 минут. На часах у меня 23.35. И я могу констатировать, что практически все смартфоны потихоньку умирают. Уже давно у нас нету в живых, как вы помните, Honor 8X, Xiaomi Mi A2. Ну и, конечно же, Xiaomi Redmi Note 6 Pro. И уже на последнем издыхании остается у нас Xiaomi Mi 8 SE. Здесь уже осталось буквально 3%. В данный момент уже меньше 10% у Xiaomi Mi 8. Ну и уже меньше 10% у iPhone XS. Единственное, пока еще очень неплохо здоров у нас кирпич. Здесь показывает 37, мать его, процентов. На часах 23.40. Ну и теперь уже точно можно сказать, что Xiaomi Mi 8 SE официально мертвец. Это тот момент, когда уже сидишь в ожидании и на последнем издыхании остается Xiaomi Mi 8 и iPhone XS. При том, что небольшая ремарочка. Когда я тестил предыдущего поколения iPhone, то бишь просто 10, он где-то в среднем уступал Xiaomi Mi 8 на целых полтора часа. Это, кстати, говорит о том, что на презентации Apple в кои-то веки... ...если можно так сказать. Получается, в данный момент они выровнялись. И сейчас, что у одного, что у другого, практически одинаковые результаты. Apple стартанули вперед. Но есть одно но. Xiaomi Mi 8 стал стоить в данный момент около 360 баксов. А вот что касается iPhone XS, то там цена до сих пор 1200-1250 баксов. И это не стоит ни в коем случае забывать. На часах 23.56 и iPhone XS на последнем издыхании остался ровно 1%. Что касается Xiaomi Mi 8, то здесь у нас получается 3%. И то есть, как ты не крути, но все-таки Xiaomi до сих пор нагибают самый дорогой смартфон в мире. 2 часа 35 минут. Я просто уже вот такие спички вставляю в глаза. Мне невероятно хочется прилечь на кровать. Но вот этот вот черт до конца не отпускал нас. Он хотел всем показать, насколько он на коне. Все уже и так и поняли, что типа соревноваться не с кем. Все остальные выбыли. Но этот черт шел до конца. И самое главное, что я уже собрался. Я уже подключил микрофон. Я уже собрался снимать. И он тут же на 4% умер. То есть, о чем и говорить, что вот такие вот мобилы, у них дико нестабильная батарея. И то есть, откос от 4% прошел моментально. Если у айфона 10s, если у Xiaomi Mi 8 на последнем издыхании 1% дает около 4 или 5 минут в игре, то здесь 4% не позволили быть в игре. Но все равно фиксируем максимальный результат. Настало время подвести итоги. И для некоторых девайсов они реально неутешительные. Вот на этой бумаге у меня полностью расписаны цифры. И вся правда об автономности сегодняшних смартфонов. Начнем, конечно же, с самого аутсайдера, который сегодня у нас был в испытании. Где он лежит? Это Xiaomi Mi 8. Здесь батарейка была 3010 мАч. И на самом деле это самый отвратительный результат, который только мог показать смартфон Xiaomi. Всего лишь 6 часов 15 минут он работает в активном режиме. Следующий по списку у нас идет Honor 8X. Новинка, которую в недавнем времени я делал обзор, о которой я рассказывал. И в принципе я честно могу сказать, что мне мобила очень понравилась. Особенно вот это вот переливание, оно дает такого шарма, что ты начинаешь про все забывать. Honor 8X очень плотно вошел в данный момент на наш рынок. И, конечно, рекламная кампания набирает обороты. Что касается результата. У него 7 часов 15 минут. Третий с конца в нашем списке это Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Ух, как он летает хорошо. Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Здесь 4000 мАч батарейка. Точно так же, как и в Xiaomi Redmi Note 5. И здесь результат 7 часов 35 минут в режиме стресс-теста. Сказать, что это херово, я не могу такое сказать. Но опять же сказать, что этот результат заслуживает внимания и стоит как-то не мудивиться, нет. Но с другой стороны, это бюджетный телефон. Здесь MIUI, которая тоже неплохо жрет аккумулятор. И, в принципе, наверное, все-таки 7 часов 35 минут для телефона, который в данный момент стоит 14000 рублей. Это очень оптимальный вариант. Это не выдающийся, но при этом оптимальный. На четвертом месте с конца у нас идет Xiaomi Mi 8 SE. У него батарейка 3120 мАч. Это очень и очень небольшая, я бы сказал, скромная емкость. Но при этом он выдает 8 часов 25 минут в режиме стресс-теста. На самом деле, это та мобила, которая меня покорила и удивила. Как и во внешнем плане, как в своей производительности, так до сих пор еще и удивляет. И в этот раз в режиме автономности. 8 часов 25 минут для такой маленькой батарейки, конечно, это просто пушка. Но здесь, опять же, понятно, AMOLED дисплей стоит и, соответственно, прожорливость аккумулятора на минимуме. Ну и также здесь процессор Snapdragon 710, который тоже достаточно энергоэффективен. Теперь уходим от конца и от середины и начинаем перечислять победителей. Это первые три места. Начнем, конечно же, по классике. Нет, я не это хотел показать. Начнем по классике. Это третье место. Третье место у нас занимает iPhone XS. Самый дорогой мобильник в нашем сегодняшнем списке. Да, в принципе, самый дорогой мобильник в 2018 году. Здесь самый скромный аккумулятор, который только есть. 2658 мАч. Меньше в этом тесте и в этом списке ни у кого не было. 2658 мАч. Это практически на 100 мАч меньше, чем в предыдущем поколении iPhone X просто классическом. Но при этом за счет грамотной оптимизации Apple, всем остальным, кто сегодня был в тесте Honor, Xiaomi, надо бы этому поучиться на самом деле. За счет грамотной оптимизации, за счет энергоэффективного процессора, за счет дисплея AMOLED этот смартфон выживает 8 часов 45 минут. 8 часов 45 минут на таком маленьком аккумуляторе. Это реально красава. Это реально долгожитель. И, конечно же, по сравнению с iPhone X этот результат улучшился прямо, прямо гораздо улучшился. Второе место в нашем сегодняшнем рейтинге и списке занимает Xiaomi. Xiaomi Mi 8. Это флагман 2018 года. Здесь батарейка 3400 мАч. И здесь энергоэффективный процессор Snapdragon 845. И, конечно же, AMOLED дисплей тоже делает свои результаты. Если сравнивать, допустим, с его тоже самыми одноклассниками, подожди, не одноклассниками, а однобрендниками. Xiaomi Mi 8.2 тот же самый или Xiaomi Redmi Note 6 Pro. То здесь стоят дисплеи IPS-овские и, соответственно, даже 4000 мАч у Xiaomi Redmi Note 6 Pro не спасает. Здесь 3400 мАч спасает результат 8 часов 49 минут продержался в стресс-тесте. Красава. Пришло время объявить победителя нашего сегодняшнего стресс-теста. У меня на самом деле смешанные чувства. Ну, типа, да, он победитель, но при этом я от него ожидал большего результата. Это PopTel P9000 Max. В скором времени обзор на этот смартфон будет. Он уже у меня очень давно лежит. Нужно сделать по нему ролик. Но, опять же, автономность вы уже знаете. Он продержался в стресс-тесте 11 часов 20 минут. У него батарейка 9000 мАч. Все ссылки, на что вы сегодня увидели, на все смартфоны будут в описании по самым вкусным ценам. Это был огромный стресс-тест. Огромное спасибо, что смотрели. Хотел до вас донести истинную информацию этим роликом. Подписывайтесь на канал. Ставьте на колокольчик. Ну и пишите ваше мнение в комментариях под видео. Очень буду рад почитать. Следующий стресс-тест выйдет тогда, когда под этим видео наберется 3000 лайков. Все, давайте, красавцы. Пока.